Этим роликом я убиваю сразу двух зайцев одновременно, устанавливая самую лучшую, самую быструю прошивку от Galaxy S8 на Galaxy S6 и S6 Edge, но а также я делаю стереоэффект в этой прошивке. Итак, здесь есть стереоэффект, здесь еще нет. И сейчас я хочу включить и продемонстрировать вам, как звучит стереоэффект с слухового динамика. Итак, сейчас я включу музыку и поднесу его к микрофону. Этот динамик я закрываю и подношу слуховой. Музыка играет здесь на максимальную громкость и на такой, чтобы не повредить динамик. Поэтому этот способ самый безопасный способ сделать стереоэффект на вашем телефоне. Итак, давайте начнем. Я покажу, как сделать на S6 Edge тоже такой же эффект и с такой же прошивкой. Поехали! После того, как я сделал стереоэффект на Galaxy S7 и S7 Edge, мне пришло огромное количество сообщений, огромное количество комментариев с просьбой сделать на какую-то модель. Но больше всего лайков набрал комментарии, где просили сделать на Galaxy S6. Именно поэтому я не мог пройти мимо этого комментария и сделал для Galaxy S6 и S6 Edge, ребят. Так что на какую модель вы хотите, пишите. И если ваш комментарий наберет минимум 40 лайков, сделаю обязательно на вашу модель. Вот этот комментарий, 43 лайка и 9 комментариев. Смотрите, нету ни одного комментария, который бы набрал столько же лайков. Тут максимум 3, 2, вот здесь вот 11 на Galaxy S3 набрало. Отлично, ребят, давайте подтянем Galaxy S3 и сделаем на S3 такой же эффект. Но больше тут таких комментариев нету. Смотрите, здесь у меня родная прошивочка, скорее всего у вас сейчас такая же стоит, если вы не прошивали. Это последняя версия Android 7. Как многие из вас знают, Android 8 официально никогда не выйдет на Galaxy S6 и S6 Edge. Для них Android 7 это самая последняя версия прошивки. Значит, спускаемся в описании под видео. Там я оставлю все ссылочки. Отдельно прошивка на Edge и отдельно на S6. Сейчас скачиваем на свою модель, если у вас Edge на Edge, если на S6, значит на S6. А остальные файлы скачиваем одинаковые. То есть обновление прошивки и еще там пару файлов, которые я вам покажу чуть позже. Их мы скачиваем как на эту модель, так и на эту. Одинаковые. После этого все копируем в память телефона. После того, как мы скопировали, можем смело выключать наш телефон. Ну и стандартное предупреждение о том, что у вас на телефоне все сотрется. Если вы пользуетесь Samsung Pay, то он больше не будет работать. И S-Hills тоже, возможно, не будет работать, поскольку мы сейчас будем влазить в систему. Итак, мы скопировали. Выключи телефон. Зажимаем кнопку включения-выключения. Уменьшение громкости. И кнопку домой. Держим одновременно. И у нас появляется режим прошивки. Ребят, способ установки на Galaxy S6 точно такой же. Вот один в один. Поэтому я показываю на одну модель. Здесь нажимаем кнопку увеличить громкость. Все, наш телефон находится в режиме прошивки. Имейте в виду, что это для версии F, F, D и все. Теперь мы берем оригинальный кабель и подключаем его к компьютеру. После того, как вы подключите, с описания под видео скачайте Recovery. Recovery разная на эту модель и разная на эту. Я их тоже отделю в описании. Скачайте Recovery на компьютер и программу Odin. Если компьютер не видит ваш телефон, то скачайте драйвера. Тоже будет в описании. После того, как вы скачали все это на компьютер, переходим к самому компьютеру. На компьютере запускаем программу Odin. Можно не распаковывать. Я пользуюсь версией 3.12.3. Вы можете пользоваться любой другой. Это абсолютно значение не имеет. Нажимаем в поле Up. И выбираем наше Recovery. Для S6 Edge Recovery называется Arter 97. Нажимаем открыть. Здесь раздел Options. Убираем галочку с After Reboot. Телефон наш подключен. Вот этот вот значок нам говорит об этом. И нажимаем кнопочку Start. Сейчас устанавливается Custom Recovery. Надпись Pass говорит о том, что все прошло успешно. И сейчас мы отсоединяем телефон от компьютера, поскольку компьютер нам уже больше не нужен. Телефон будет висеть в таком вот состоянии. Значит, что мы делаем? Зажимаем кнопку включения-выключения и кнопку уменьшения громкости. Держим одновременно. Как только потухнет экран, мы эти кнопки отпускаем. И снова зажимаем кнопку включения-выключения. Но уже кнопку увеличения громкости и кнопку домой. Итак, давайте попробуем. Все. Теперь отпускаем. Как только появляется красная надпись, мы отпускаем кнопку. И загружается наша Recovery. Здесь мы повторяем все за мной. Делаем Swipe. Заходим в Vibe. Advanced Vibe. Delvig. Church. Data. И System. Выбрали. И интернет-сторожь не трогаем. И делаем Swipe. Все. Swipe мы сделали. Нажимаем кнопку домой и идем в Install. Ищем нашу прошивку и файлы. Смотрите, эти файлы, как я уже говорил, скачиваются одинаковые. Для S6 Edge и S6. Единственное, что скачиваем для каждой модели, так это саму прошивку. Название прошивки есть Edge. То есть для Edge, если нет Edge, значит для S6. Все логично. Сперва мы устанавливаем нашу прошивку. Делаем Swipe. И ждем, пока она остановится. Прошивка установилась. Нажимаем назад. И устанавливаем оставшиеся файлы. Значит, смотрите. Сперва мы устанавливаем AuthUpdate. Установилось. Теперь мы устанавливаем Stock UASA. Вот это вот. И самый нижний. Все. После этого смело нажимаем Reboot System. И ждем минут где-то 7, пока запустится наш телефон. Я этот момент обрежу, чтобы долгое видео не длилось. И после того, как он включится, мы продолжим. Телефон запустился. И теперь я рекомендую сразу же его выключить. Зажимаем кнопку включения-выключения, увеличения громкости и кнопку домой. Пока не появляется красная надпись. И потом отпускаем. Зачем мы сейчас заходим в Recover? Для того, чтобы очистить всю память. Поскольку прошивка была у нас в памяти телефона. При установке прошивки мы не могли очистить память телефона. Иначе прошивка стерлась. Поэтому мы сперва устанавливаем прошивку. А потом уже очищаем память телефона. Итак, смотрите. Ставим галочку на первый пункт, на второй, на третий и на четвертый. В нашем случае System не трогаем. Делаем Swipe. И после этого нажимаем Reboot System. Опять ждем минут 7. И теперь наш телефон будет работать как ракета. Чисто, гладко и быстренько. Итак, ждем еще раз. Так, телефон наш запустился. И теперь мы можем пропустить все настройки. И пользоваться в свое удовольствие. Теперь у нас есть стереозвук. Итак, давайте пропущу все настройки. Все, прошивка наша запустилась. Теперь мы можем уже пользоваться. Но есть одна настройка, которую нужно сделать. Так, смотрите. Когда вы пытаетесь зайти в меню, у вас появляется поиск и предлагаемые приложения. Чтобы было меню, как в обычном телефоне, как в Galaxy S8. Для этого нам нужно нажать и держать на пустом месте на экране. После этого нажимаем настройки экрана. Заходим в первый пункт. И выбираем первый пункт. Нажимаем применить. И вуаля. Вот так вот, ребят. Все, можете пользоваться на здоровье. Итак, давайте мы зайдем сейчас в настройки. И попробуем включить вам какую-нибудь мелодию. Дабы убедились, что здесь появилось стерео. Я, конечно, надеюсь, что через микрофон это можно передать. Я не уверен совсем, что вам будет точно слышно. Но постараюсь сделать, чтобы вам было слышно, что здесь тоже играет музыка. Так. Вот так вот, друзья. Все, пользуйтесь на здоровье. Прошивка офигенная. Здесь все, как в Galaxy S8. Куча настроек. Это одна из самых быстрых и самых плавных прошивок. Лучше вы не найдете, поверьте мне. Ставьте обязательно лайк. Пишите вашу модель. Подписывайтесь на канал. Жмем колокольчик, чтобы первым знать о новых видео. Всем спасибо. Всем пока.